Новый многофункциональный центр Министерства обороны России для лечения больных коронавирусом открылся в районе Омегии на территории филиала номер 1 военно-морского клинического госпиталя номер 1472. 15 мая, кроме Севастополя, еще 7 подобных объектов ввели в эксплуатацию по всей России. По случаю открытия состоялась видеоконференция с главой государства. Сегодня мы открываем 8 новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны. Для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Напомню, что первый такой центр в Нижнем Новгороде начал работу уже 17 апреля. А затем 24-30 апреля введены в эксплуатацию еще 7. А всего за 2 месяца, как и планировалось, Честно говоря, даже не верилось первоначально, что это возможно, но тем не менее это произошло. По линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров. Медицинские центры появились по всей стране от Калининграда до Камчатки. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством. На совесть подчеркнул Владимир Путин. Глава государства поблагодарил военнослужащих, руководство Министерства обороны и строителей и пожелал успехов медработникам, которые будут трудиться в центре. Также президент напомнил о поручении регионам в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Послушайте меня, послушайте внимательно. Мы договорились и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации. Качество строительства и оснащения многофункционального медицинского центра в Севастополе в пятницу оценили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и глава города Михаил Развожаев. Помощь в медцентре при необходимости окажут и военнослужащим, и гражданским. Учреждение рассчитано на 60 пациентов. Полностью готово к работе. Как вы успели убедиться, оснащен самым современным медицинским оборудованием. Врачи прошли необходимую подготовку, военно-медицинская академия. Все укомплектовано, средства медицинской защиты, наличие дворения маммобиля, дай бог, чтобы не потребовалось. Мы с Михаилом Владимировичем обсудили регламент взаимодействия, в том числе с субъектом. При необходимости военно-медицина готова всегда прийти на помощь. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя уверен, что совместные усилия местного правительства, Черноморского флота и Роспотребнадзора позволят контролировать ситуацию с коронавирусом в городе. Здесь у нас 60 коек, 50 полноценных с кислородом, которые могут принимать больных средней тяжести. 10 ультрасовременных реанимационных коек создано. И потрясающий еще диагностический блок с совершенно новым аппаратом КТ, колоноскопии и так далее. И главное, что у нас есть четкое понимание, как мы совместно будем при необходимости использовать эти мощности. Как, собственно, в городе у нас все вместе с Черноморским флотом, с Министерством обороны, все вопросы вместе решаем.